МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выгодно, чтобы он потом 55 раз ходил в аптеку, покупал всякие препараты. Серьёзная эпидемия или ложная тревога? Кто нагнетает ситуацию вокруг сезонного гриппа? Льготников не оставят без внимания. Власти региона решают проблему с проездными для пенсионеров. Курорт – это как женщины. С каждой есть своя изюминка. Кубанский куршавель. Расскажем, когда склоны Лаганаки станут не хуже французских альп. Соловей – рабойник из Гулькевичей. Опасный рецидивист. 20 лет скрывался в лесу. У каждого ледовара свои секреты. Расскажем, как приготовить ледовый пирог и при какой температуре его лечить. Мы её приручаем. Она, да, начинает обтираться. Украшение строптивой. Откуда на улице Хармавира появилась дикая африканская кошка? Информационная картина этого дня в прямом эфире телеканала «Кубань-24». Вы смотрите «Факты». Здравствуйте. В социальные сети сегодня взорвал слух об эпидемии гриппа на Кубани. Почти каждый второй житель региона получил сообщение о том, что вирус якобы унёс уже десятки жизней. Между тем, реальные данные противоположны. По статистике Роспотребнадзора от гриппа в этом году скончались 4 человека. По словам специалистов, трагедии удалось избежать, если бы люди вовремя обратились к врачу. Медики края в один голос говорят, компания, которая сегодня развернулась в интернете, самая настоящая провокация. Кому выгодна такая рассылка и как помогают заболевшим людям, выясняла Александра Проскурина. Пациент терапевтического отделения Людмила Алексийчук на больничной койке со вчерашнего дня. Женщину привезли на скорой в тяжёлом состоянии. Вирус, говорит Алексийчук, подхватила в гостях. Сначала пыталась вылечиться самостоятельно, пока не стало совсем тяжело. Теперь несколько раз в день женщине ставят капельницы, а на скорую выписку пока рассчитывать не приходится. С начала недели количество пациентов только в больнице скорой медицинской помощи увеличилось в среднем на 10%. Настолько же возросло и количество вызовов. Это обычная вирусная инфекция, это грипп. И мы действительно фиксируем его подъём. О какой-то катастрофе речь, безусловно, не идёт. И это происходит из года в год. Но только в этом году наступление так называемого вирусного сезона вызвало панику в обществе. В социальной сети сегодня буквально взорвала новость. В стране эпидемия гриппа, и от него чуть ли не ежедневно умирают десятки человек. В отделениях не хватает мест, а врачи сбились с ног в поисках необходимых медикаментов. Вот за эту первую рабочую неделю, фактически, января, когда все вернулись с каникул, с отпусков, со своими всяческими болезнями, вышли в коллективы. В результате заболеваемость, по нашим статистическим данным, поданным здравоохранением, остаётся в 10 раз ниже эпидемического порогового уровня. В том же терапевтическом отделении Зиповской больницы сегодня лечится 72 пациента. В прошлом году, 15 января, в палатах было почти 90 человек. Такая же картина во всех краевых медучреждениях. Отличие этого года от предыдущих лет заключается не в количестве поступивших, а в причину, которая вызвана от респираторного заболевания. В этом году идёт подъём заболевания гриппом, штамм гриппа АН1Н1-СВАЙМ. Его в этом году мы диагностировали больше, чем в предыдущих годах. В детскоинфекционной больнице с начала года было 22 пациента, у которых диагностировали именно этот штамм гриппа. И все они уже идут на поправку. С таким гриппом, как в этом году, мы уже сталкивались. И сталкивались неоднократно. Мы знаем, что делать, мы знаем, какие медикаменты применять. У нас эти все медикаменты действительно есть. В целом, по краю худи зафиксирован рост заболевших вирусом. Но, как отмечают и в больницах, и в Роспотребнадзоре, никаких опасений он не вызывает. А истерия в интернете не более, чем фарс. Вся компания развернута определенными, наверное, кругами, которым не выгодно, чтобы человек один раз привился, а выгодно, чтобы он потом 55 раз ходил в аптеку, покупал всякие препараты. Потому что, ну, тем более, что вакцинация идет бесплатно у нас совершенно, а за фармацевтические средства ему надо будет выложить определенную сумму. Пик заболеваемости медики прогнозируют на первую неделю февраля. А пока советуют жителям края последовать нехитрым советам профилактики. Пропить курс витаминов, чаще мыть руки, а в общественных местах пользоваться марлевой повязкой. Но если вирус вы все-таки подхватили, необходимо немедленно обратиться к врачу. Александр Браскурин, Андрей Секретарев, Майя Губак, Кубань, 24, Краснодар. Власти Кубани предложат пенсионерам варианты решения проблемы сокращения льготных проездных. Глава региона Вениамин Кондратьев завтра встретится с инициативной группой, чтобы обсудить ситуацию. Пожилые люди просят вернуть для всех скидки на проезд в общественном транспорте. Сегодня пенсионеры вышли на митинги в Сочи и Краснодаре. С начала года в регионе изменились условия получения льготы на проезд в общественном транспорте. Их лишились рабочие пенсионеры и те, чья пенсия сегодня выше прожиточного минимума. Нововведение вызвало ажиотаж у пожилых людей. Как стало известно, митинг в краевой столице был заранее спланирован. Пенсионерам раздавали листовки и анонимные письма. Однако инициатор так и не появился на месте. Переговоры с собравшимися провели вице-губернаторы края. Они объяснили, что принятая мера стала вынужденной. В год на эту субсидию из краевого бюджета выделяют больше миллиарда рублей. Чтобы сохранить прежнее финансирование льготы в непростой экономической ситуации, региональным властям пришлось бы урезать другие социальные программы почти на 600 миллионов рублей. Для сравнения на эти деньги можно построить 3 детских сада или 60 кабинетов для врачей общей практики. В результате исполнения бюджета за 2015 год невыполнение доходов краевого бюджета составило около 10 миллиардов рублей. Соответственно, в рамках и подготовки бюджета на 2016 год мы были вынуждены оптимизировать все расходы бюджета. В частности, у нас бюджет социально ориентирован, и социальный блок — это не только социальная защита населения, льготы — это и образование, и здравоохранение. То по данному направлению у нас все выплаты сохранены. Сокращение транспортной льготы — единственная статья расходов в социальном блоке, которая подвергалась оптимизации. Стоит также отметить, что предоставляли ее всего в 14 регионах страны, и в большинстве из них приняли подобные меры и ввели критерии нуждаемости. Все категории, которые получали эту льготу до нынешнего момента, они остались в законе, то есть правом не лишен никто. Единственный момент, который введен новым критерием, — это принцип нуждаемости. То есть человек, который имеет право на проезд, приходит в управление социальной защиты для чего? То, что приопределить его прожиточный минимум. Если прожиточный минимум выше, чем среднекраевой, значит человек не получает право на проезд. Все люди, у кого прожиточный минимум ниже среднекраевого, имеют право получить талоны там же. Добавлю также, что всего в регионе сегодня около трех десятков различных видов льгот. Их получают более полутора миллионов кубанцев. Ежегодно на это из краевого бюджета выделяют 30 миллиардов рублей. Ну а следующая информация для водителей, которые еще не добрались этим пятничным вечером до дома. Предлагаю вместе с нами оценить дорожную обстановку в кубанской столице. Час назад пробки в городе достигали 8 баллов. Сейчас этот показатель уже ниже, но в отдельных районах ситуация остается сложной. К примеру, в районе Чистяковской рощи полный аншлаг. Все прилегающие улицы в красной зоне. На углу колхозной из 40 лет победы. Крайне напряженная обстановка. Движение парализовано в сторону Московской. А вот на колхозную машины выезжают без труда. В этом направлении проблем значительно меньше. Немного лучше выглядит сейчас проезжая часть Надзержинского. Есть сложности на выезд из города. До Грибоедова машины едут не быстрее 15 километров в час. Дальше становится значительно свободнее. На Северной тоже не разогнаться. Пробка собралась на участке от Красной до Школьной. Вот так сейчас выглядит участок Северной в районе улицы Ломоносова. Машин много, показатели на спидометрах не более 7 километров в час. Перемещаемся в сторону микрорайона Гидрострой. На развилке Мачуги и автолюбителей можно увидеть скопление транспорта. Продвигается Вереница с небольшой скоростью. Задержка в пути составит 7-10 минут. На перекрестке Красных Партизан и второй линии снижать скорость приходится тем, кто едет из центра. Отсюда до Сочинской скорость потока опускается до 10 километров в час. На дорогах фестивального микрорайона дорожные баталии понемногу утихают, но в районе улицы Гагарина пока еще оживленно. Из центра машины едут сложным потоком, но все же серьезных задержек в пути не предвидится. Теперь переместимся на дороге города Сочи. На транспортной Ияна Фабрициуса все спокойно. Транспорта на перекрестке замечено немного, трассы свободны и при желании скорость может быть максимальной. Совсем иначе складывается обстановка на рыночном кольце Адлера. Там все еще держится прока. Вереница ползет с минимальной скоростью. Затор довольно продолжительный. Еще несколько слов о ситуации на дорогах Туапсе. Перекресток на Комсомольской. Водители проезжают без каких-либо проблем. Дорога свободна, скорость авто хорошая. На пересечении улиц Мира и Карла Маркса тоже не видно никаких преград. Водители спокойно разворачиваются и продолжают свой путь. Большинство туапсинцев уже отдыхают дома. Краснодарским автомобилистам пока стоит воздержаться от поездок по Красной. В сторону Авроры не протолкнуться. Селезнево не едет от Старокубанской до Ялтинской. Проблемы ждут и тех, кто добирается до юбилейного микрорайона. Продумайте свой маршрут с учетом этой информации. Удачи за рулем и хорошего вечера. Мы продолжаем выпуск. Был жадным, стал безлошадным. С сегодняшнего дня вступил в силу закон, по которому должников можно лишить водительских прав. Если долг россиянина по алиментам и штрафам превышает 10 тысяч рублей, он может остаться без водительского удостоверения. Для этого решения не требуется судебных заседаний. Приставу достаточно будет выписать постановление. Права будут возвращены незамедлительно после погашения долга. Идем далее. Два военных вертолета США столкнулись сегодня на Гавайях. Все подробности авиакатастрофы известны моей коллеге Али Гаража. Добрый вечер, Алла. Рассказывай. Здравствуй, Денис. На самом деле подробностей пока не так много. Все, что известно, это то, что авиакатастрофа случилась на северном берегу острова Оаху Гавайского архипелага. В район крушения направлена береговая охрана к Гонолулу. В небе столкнулись тяжелые военно-транспортные вертолеты. На каждом летели по 6 человек. Их судьба пока неизвестна. Сотрудники береговой охраны обнаружили обломки в 4 километрах от берега, а также пустой спасательный плод. Местные власти выясняют причины произошедшего. Ну и далее коротко о других событиях уходящей пятницы в России и мире. 14 человек сегодня стали жертвами крупного ДТП в Японии. Еще 27 получили тяжелые травмы. Авария случилась на горной дороге. Автобус с туристами двигался на лыжный курорт в префектуру Нагана. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сбил ограждение, сорвался с утеса и перевернулся. В момент аварии в салоне находился 41 человек. Все молодые люди не старше 20 лет. А в Джакарте ищут организаторов терактов. Полиция Индонезии задержала сегодня троих подозреваемых причастности к вчерашним взрывам. В доме одного из них обнаружена символика запрещенной в России группировки исламское государство. Как раз ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаки в Джакарте. Правоохранителям также удалось выяснить, что нападение финансировалось из Сирии. В Индонезии усилены меры безопасности. Под особый контроль спецслужбы взяли все места массового скопления людей, вокзалы, аэропорты и торговые центры. Ростуризм призывает наших сограждан, находящихся в Индонезии, не покидать курорты этой страны из-за угрозы новых терактов. Жуткую находку обнаружили спасатели в Красноярске. Со дна Енисея они достали иномарку с телами мужчины и женщины. Все произошло на Абаканском протоке в ходе тренировочных подводных спусков. Позже установили, что эти люди пропали еще 20 лет назад. Следователи установили, что хозяин легковушки и его пассажирка погибли в результате несчастного случая. В Американской киноакадемии определились с претендентами на Оскар. За звание лучшего фильма поборются 8 лент. В тройке фаворитов «Выживший», который попал сразу в 12 номинаций, «Безумный Макс» претендует на 10 наград и «Марсианин» с возможными 7 статуэтками. В числе номинантов престижной премии оказался и российский мультфильм. Лента «Мы не можем жить без космоса» оказалась в категории «Лучшая анимационная короткометражка». Церемония вручения Оскара пройдет 28 февраля. Ну и новость напоследок. Также из разряда кино, да и только трех пожилых мужчин признали виновными в преступлении века в Великобритании. Преступники в возрасте от 60 до 76 лет искусно ограбили самое крупное ювелирное хранилище в Британии. И что, много унесли старики-разбойники? Исчезли очень редкие бриллианты. Сумма пощеченных драгоценностей составила 310 миллионов долларов. Но ты знаешь, Денис, это не главное. Интересно то, как престарелые бандиты планировали свое преступление. Для начала они сделали подкоп. Учли все до мелочей. И расписание сотрудников, и наличие электронных замков. При организации ограбления они даже использовали книгу «Судебно-медицинская экспертиза» для чайников, чтобы не оставлять частички ДНК. В общем, удивительно, как таких подкованных воров все же поймали. В прямом эфире «Факты» продолжаем выпуск. Сход лавин прогнозируют в Сочи. Там объявлено экстренное предупреждение до конца суток. Сход снега возможен в горах на высоте свыше тысячи метров. Поэтому туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от горных походов. А вот на выходных в крае синоптики обещают потепление. На выходные температура повысится, и максимальные температуры по краю уже будут доходить до 15 градусов тепла. Немножко подпортит общую картину ветер. Ветер у нас будет усиливаться, и мы ожидаем, что ветер у нас будет на порядка 5-10 метров в секунду. Отдельные порывы в дневное время до 15-18 метров в секунду. Ночные температуры также у нас повысятся. А в Белореченском районе наступила настоящая весна уже сегодня. Там жители станицы Рязанской могли наблюдать довольно редкое явление – двойную радугу. Говорят, что это исполнение желаний и удачи. Опыт Куршавеля на Абширской земле. Французы, которые участвовали в создании мирового курорта, приехали оценить Лаганаки. Природная красота и экономический потенциал заинтересовали проектировщиков настолько, что они не против построить там всесезонный курорт. Кстати, в борьбе за внимание французов в Лаганаки обошли другие живописные уголки России. Александр Иванченко передает прямо с гор. Толщина снега, рельеф горных склонов, перепады на местности и даже периодичность осадков зимой. Этих французов интересуют любые климатические подробности. При создании курортов с нуля каждая мелочь играет огромную роль, объясняет Ромен Топ. Он вместе со своими коллегами уже работал над горнолыжными курортами в Куршевеле, Шамане и Вальторансе. Теперь французы присматриваются и к Абширонскому Лаганаке. Пейзаж немного напоминает Альпы, но здесь более дикие места, и это наоборот привлекает внимание. Здесь большой потенциал не только для развития горнолыжного спорта, но и других видов туристической деятельности. Горнолыж – это всего лишь часть планируемого курорта. Местность изучали по снимкам со спутников и пришли к выводу, что территория отлично подходит для круглогодичного курорта. Кстати, Лаганаке в этом вопросе обошло архысы Белокуриху в Алтайском крае, которые тоже были интересны французам. Их конек, скажем так, это всесезонность, то есть они заинтересованы, если они будут участвовать в данном проекте. Они хотят курорт развивать всесторонне. Это и природные особенности всевозможные, то есть гроты, природные достопримечательности, скалолазы, в том числе, кстати, у них очень сильное это направление. Сейчас гостиницы и базы отдыха в Лаганаке могут одновременно принять полторы тысячи человек. Основное развлечение зимой – катание на лыжах, сноубордах и санках. Те, кто сам ездить не любит, возят на собачьих упряжках. Пока это весь зимний досуг. В Лаганаке – отличное место для тех, кто только делает первые шаги по снегу. Здесь нет крутых спусков и суперскоростных трасс. Для новичков это идеальный вариант. Я, например, первый раз на лыжах. За счет таких, пусть и немного корявых спусков, на новом курорте планируют инвестиционный подъем. Протяженность трассы с двух с половиной километров хотят увеличить до тридцати. В проекте есть и так называемые «черные спуски», максимально сложные уже для профессионалов. Горноклиматический курорт рассчитывают построить в два этапа. В первый войдут семь канатных дорог, 14 горнолыжных трасс и новые гостиницы. Тогда Лаганаки смогут одновременно вместить семь тысяч человек. Самое главное – будут построены автомобильные дороги и инженерная инфраструктура, которой инвесторы потом смогут воспользоваться. В планах есть даже реанимация узкоколейной железной дороги через Гуамское ущелье. На то, чтобы первый этап нового курорта стал реальностью, понадобится около 16 миллиардов рублей. Но в Минкурортов обещают – на концепцию бюджетного удара это не повлияет. Это средний класс и для начинающих, и для людей среднего уровня. Курорт – это как женщины. В каждой есть своя изюминка, и нельзя сказать, что одна красивее другой. Каждый по-своему хорош курорт. Этот курорт очень востребован будет. Знакомить с изюминками Лаганаки потенциальных французских проектировщиков глава Минкурортов повез на снегоходах на высоту 2300 метров, где снег лежит до шести месяцев в году. Спустившись с гор, французы уже в кабинетах чиновников еще раз удивились природной красоте плато. И добавили, что в отличие от Франции, где развиваться уже некуда, здесь огромный потенциал. Да и вкладывать деньги в Россию выгоднее. Мы развиваем этот комплекс. Коллеги подготавливают концепцию техники экономического обоснования, финансовое экономическое обоснование. Занимаются поиском инвесторов на французской стороне. Приезжают к нам в июне с презентацией этого проекта для губернатора, для властей, для того, чтобы подписать, может быть, какие-то первые договоренности. На создание полноценного круглогодичного курорта мирового уровня. По оценкам экспертов, уйти может не меньше 30 лет. Но туристы даже сейчас, хотя бы и в мыслях, готовы бронировать места. Мы будем каждый год приезжать, да, Денис? Да, пожалуйста. Обязательно будем. Да, это у нас традиция начинается. Одним словом, отдыхайте на курортах Краснодарского края. Александр Иванченко, Елена Касабова, Алексей Комаров, Влад Захаров, Кубань-24. И природа не помогла. Полицейские задержали грабителя, который 20 лет скрывался от правосудия в лесу. На счету уголовника, который находился в федеральном розыске, числится более 60 преступлений. Он еще в детстве научился жить в лесу и хорошо в нем ориентировался. Благодаря таким способностям 36-летнему жителю Гулькевичского района много раз удалось скрываться от стражей правопорядка после преступлений. При одной из попыток задержания он сумел уйти от оперативников вплавь по реке. Однако на помощь полицейским пришли местные жители. Их информация помогла выйти на след беглеца. Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд. Злоумышленник находится под стражей. Самая молодая правовая структура России отмечает сегодня день рождения. Ровно пять лет назад в силу вступил федеральный закон о Следственном комитете России, сделав его самостоятельной структурой. В производство следователей попадают непростые дела. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, расследование дел в отношении несовершеннолетних. За прошлый год только к следователям Кубани поступило почти 30 тысяч сообщений о нарушениях закона. О том, как стражи правопорядка раскрывают преступления, узнала Елена Сахно. По долгу службы старший следователь Денского района Надежда Карасева с мужчинами встречается часто. Особенно, когда они подозреваемые. За пять лет работы девушка раскрыла десятки преступлений. Убийцы, маньяки и мошенники. Общаться с ними приходится даже в праздники. Несколько дней назад, после Нового года, зверски убили местного жителя Таницы. Его избивали молотком, ножом и гвоздодером. А затем подожгли дом, чтобы скрыть следы убийства. На месте преступления следователь собирает максимум улик. И пытается воссоздать картину происшествия. То есть здесь мы устанавливали, во-первых, лица, которые проживали в домовладении. Соответственно, погибший проживал с сыном. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов сына дома не оказалось. В связи с чем стал вопрос о его местонахождении. На допросе сын покойного признался в убийстве отца. Преступление было раскрыто практически за один день. Однако такой случай следователи называют редким. Частое дело растягивается на несколько томов и бессонных ночей. Так было и с поимкой убийц, которые расправились над парой пенсионеров прямо на глазах пятилетнего внука. Опросив максимальное число свидетелей, следователи вышли на предполагаемого убийцу. Он работал в доме покойных. После совершения преступления мужчина со своим сообщником скрылся в другом городе. Найти убийц помогла колоссальная работа по детализации телефонных звонков. Но прежде чем стать вещественным доказательством, любые аудиозаписи проходят фоноскопическую экспертизу. В отделе криминалистики эту процедуру проводят два специалиста – лингвист и аудист. Именно здесь преступника узнают по голосу. Либо установить, принадлежит ли речь действительно тому человеку, который в чем-то там подозревается или обвиняется, либо необходимо установить, имеются ли признаки монтажа. То есть что-то производилось с этой записью, прежде чем она попала к следователю или нет. Обнаружить следы на месте преступления криминалистам помогает так называемый чемодан следователя. Например, такой свет открывает то, что не видно невооруженным глазом. Работает это вот таким вот образом. При защитных очках источник направляется на объект, на котором появляются биологические следы. Это могут быть следы крови на месте происшествия, следы семенной жидкости, которые в дальнейшем изымаются и помогают следователям при их работе. Криминалистическая техника помогла следователям найти преступника и во время громкого травмного убийства станицы Староминской в 2013 году. Тогда в собственном доме были зарезаны супруги и их дочь. Еще одной девочке чудом удалось выжить, но она получила множественные раны. Работая на месте преступления, следователи-криминалисты с помощью магнитного подъемника обнаружили в колодце дома нож, который и был орудием убийства. Эта находка помогла установить личность убийцы, но иногда сделать это не так просто. Когда в совершении преступления подозревается сразу несколько лиц, следователь может назначить проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа. Сейчас я вам буду задавать вопросы, но постарайтесь на все вопросы отвечать честно. Ваше настоящее имя Елена? Нет. Благодаря специальным датчикам, которые фиксируют уровень дыхания, потоотделения и давления в крови, аппарат определяет, что я говорю неправду. Но вопреки расхожему мнению, полиграф это не детектор лжи, а аппарат, который может установить скрываемую человеком информацию только в том случае, если она важна для него. В деле следствия он играет порой незаменимую роль. То есть, если человек совершил преступление, и он не хочет, чтобы об этом узнали, естественно, он скрывает от всех. И в тот момент, когда мы ему зададим этот вопрос, преступление в отношении совершили вы, и он скажет нет, в этот момент я считаю, что 100% у него будет реакция, если соблюдены все условия. Когда не видно глаз преступника, а очевидны последствия его денежных махинаций, за работу берутся следователи-экономисты. Каждую неделю со всех районов края сюда свозятся десятки томов дел по финансовым правонарушениям. Так раскрываются преступления по невыплате заработной платы, преднамеренному банкротству или коррупции. Только за минувший год, благодаря работе Следственного комитета, удалось возместить пострадавшим, в том числе и государству, почти миллиард рублей. Завершено расследование более трех тысяч уголовных дел. Почти все они направлены в суд. Но сотни новых обращений поступают каждый день, поэтому отмечать свой профессиональный праздник следователям края некогда. Работа тяжелая, конечно, интересная, но все равно требует приложения максимального количества сил. Елена Сахно, Олег Черепок, Кубань, 24. Идем далее. Лед, профессия, холод, образ жизни. Завтра в России поздравляют ледоваров, людей, которые готовят идеальное покрытие для фигуристов, хоккеистов и просто любителей прокатиться на коньках. Среди последних, кстати, моя коллега Кристина Соколова, которая узнала рецепт идеального льда. Она со мной в студии. Здравствуй, Кристина. Рассказывай секрет. Здравствуй, Денис. Ну, главные из них, это, конечно же, сами люди, которые создают эти идеальные покрытия. Пусть это даже будет обыкновенный каток в обыкновенном дворе. Ну, а профессионалы ледовая, это в основном бывшие спортсмены. Они учатся своему искусству друг у друга, потому что школы специально по изготовлению льда в нашей стране нет. Тогда вопрос, откуда появился этот праздник и почему именно 16 января отмечают День Ледовара? Потому что в этот день родился американец Фрэнк Замбони. Он изобрел первый комбайн, который счищает лед, делает его более гладким. И прототипы которого сейчас используются по всему миру. Кстати, водители этих комбайнов тоже ледовары. Они как подмастерия у главного шеф-повара. Ну, а кто задает тон ледовой кухни Краснодара, расскажу прямо сейчас. Этот лед самый, что ни на есть настоящий, хоть и называется искусственным. А все потому, что укладывается он по специальной технологии. В основании лежит бетонная плита со множеством трубочек, по которым подается охлаждающая жидкость. И затем уложен сам лед в несколько слоев, общая толщина которых составляет всего 4-5 сантиметров. Приготовление такого ледового пирога – настоящее искусство. Все секреты знает, но не раскрывает главный повар Краснодарского ледового дворца Вячеслав Лепихин. Он профессиональный айсмейкер, которого пригласили работать на Кубанищ-Челябинском. Учиться приходилось на собственных и чужих ошибках. Профессия ледовара в нашей стране редкая. Но это еще более востребованное. Иногда шеф-повар ледовой кухни становится врачом. Лед иногда надо лечить, потому что сильно большая нагрузка происходит. У каждого ледовара свои секреты, поэтому раскрывать их сильно не буду. Но в первую очередь, конечно, снимаем больной слой льда, верхний слой. И делаем качественную заливку уже непосредственно с добавлением химикатов. Каждый час на лед выходят специальные комбайны. Они полируют каток всего за 10 минут. Здесь у нас находится нож непосредственно, который выполняет функцию рубанка. Снимает первый слой льда. Здесь труба для подачи воды и полотенчика, который уже за собой разглаживает эту воду. Если залить каток обычной водой, лед покроется пузырями, станет вялоским и по нему будет сложно скользить. Поэтому вода перед тем, как попасть в комбайн, проходит специальную очистку. Ее смягчают, а затем нагревают до 50 градусов по Цельсию. Именно жар – главный ингредиент гладкого льда. В день такой комбайн расходит около 10 кубометров воды. В целом содержание катка требует больших ежемесячных выливаний. Не буду вас шокировать, но достаточно недешево обходится содержание ледового арены. Скажем, энергетические затраты в районе около 3 миллионов рублей. Но затраты того стоят. Оба катка расписаны по минутам. При этом для разных видов спорта нужен свой лед. Хоккеисты предпочитают жесткие, с температурой от минус 6 до 8 градусов. Такое покрытие лучше выдерживает агрессивную игру, да и шайба скользит быстрее. А вот фигуристам подавают лед помягче, охлажденный до 4-5 градусов ниже нуля. Тогда во время сложных пироэтов посадка будет мягкой. Но идеальный лед нужен далеко не всем. По словам тренеров, дети особой разницы не чувствуют. Маленькие легкие, например, 4-5 летние, они могут выйти, они без разницы. Бывают такие случаи, что родители могут одеть конек правый на левый, а левый на правый. И ребенок выйдет, он даже не поймет. Зато спортсмены высоко ценят ледоваров. Без их кропотливого труда не было бы ни мастеров международного уровня, ни олимпийских медалей. Кристина Соколова, Денис Соколов, Бань-24, Краснодар. Ну, после твоего сюжета, Кристин, так и захотелось надеть коньки и шайбу погонять. А, насколько я понимаю, в Краиде и в Краснодаре не так много мест, да, где можно это делать? Ну да, их можно пересчитать по пальцам. Все-таки Кубань – южный регион, и в футбольных полей здесь больше, чем в ледовых арен. Но они все-таки есть в Сочи, Ейске, Армавире, Крымске. А вот первый ледовый дворец в Крае открылся в Конькове в 2001 году. Кажется, теперь я знаю, чем займусь в эти выходные, а вот те, кто на коньках не катаются, могут увидеть Деда Мороза из ваты, стеклянную кукурузу и картонных рыбок. Завтра в Краснодарском краевом выставочном зале покажут советские елочные украшения. В оппозицию вошло более 200 игрушек. Наш специальный корреспондент Екатерина Славянская встретилась с коллекционером-организатором выставки и узнала, как украшали новогодние елки в СССР. Мы уже отметили Новый год и по Григорианскому календареву, и по Юлианскому, а значит самое время избавляться от елки и собирать украшения. Коллекционер Гуар Галстян решил показать краснодарцам, как же выглядели игрушки в советский период и чем украшали пушистую красавицу. Здравствуйте, Гуар. Расскажите, что у вас за интересные экспонаты здесь. Вот здесь у нас представлены в стеклянных витринах игрушки разных лет. В советское время, в общем-то, по игрушке можно елочной изучить всю историю Советского Союза. И вот начнем вот с этих интересных игрушек из картонажа. Это называется картонажная игрушка, еще называют ее дрезденской картонажной игрушкой, потому что она возникла в Дрездене. Игрушка состоит из двух кусочков картона, который склеивался и покрывался сверху фольгой. Вообще раньше традиционно это был упаковочный материал, и в подарок покупателям клали какие-то такие интересные формовые игрушки. И потом это стала традицией наряжать ей игрушки. Также здесь вот представлены открытки разных лет. Они очень интересные, эти вещи обладают особой теплой энергетикой, потому что я думаю, что сейчас многие улыбаются в виде этого, потому что вспоминают детские годы, вспоминают мам, пап. Я постаралась максимально показать игрушки разных лет, разных эпох. Вот есть интересные игрушки 50-х годов, они на прищепочках, вот, и они таким образом прикреплялись к веточке. Здесь есть интересные игрушки, очень большие, они из толстого стекла, они вешались на уличные елки большие. Они просто огромные, посмотрите, шишки, желуди, и у них особое амальгамное покрытие, и вообще сама стилистика, она, ну, другая. Сейчас игрушки, они, конечно, совсем другие. И эта выставка посвящается именно всем рожденным в Советском Союзе. Пока краснодарцы готовятся к путешествию во времени с елочными игрушками, искусствовед готовится к новой выставке. Она откроется этим летом. В экспозицию войдут украшения, одежда и обувь 40-х, 90-х годов прошлого века. Екатерина Славянская, Самир Гачаев, Кубань, 24, Краснодар. Дикую кошку поймали на улицах Армавира. Откуда в городе появилось животное, которое обитает в степях Африки, Индии, Забайкалии и Казахстана, неизвестно. Кошку, причем раненую, нашли люди, выходили, но через две недели поняли, что не могут приручить строптивую красавицу и отдали ее в зоопарк. Даже по внешним признакам работникам зоопарка стало понятно, что перед ними степная кошка. Лапы у нее длиннее, чем у домашних собратьев, а кроме того, во время опасности она, как лев, поджимает уши. Она руки идет только к людям, к которым уже привыкла. Остальных кусает. Мы ее приручаем, она, да, начинает обтираться, ластиться, но все равно она иной раз начинает кусать, показывая свой характер дикий. Как бы это ни было, все равно это дикое животное. Мы ее приучили к мясу. Она кушает курицу, кушает говядину, кушает баранину. Кушает только сырое. В зоопарке предполагают, что кошке примерно полтора года. Назвали ее Пелагея. Со временем кошка станет еще крупнее, но ненамного. Пока дикого питомца держат в клетке. Но после того, как Пелагея освоится, ее будут выпускать на прогулки по зоопарку. Не, она домашняя.